Выслушав пояснение участников процесса, постановил Алибеку Балдове Табайратовича. Признать виновным согласно статье 488, ч. 3 Кодекса инициативного субтитра Казахстана. И на постановление можете принести апрельсменную жалобу, если не согласны, либо можете принести апрельсменную апрельсменную охладу из Баракова. Понятного вам порядка, право порядок принесения протеста. Адвокат вам тоже? Объявляюсь, что это закрыто. Я думаю, не законно это положение. Я завтра возьму вот эти ответы и пропорю вас в этом саму. Грубое нарушение наших судов идут. Можно, да? Документ можно забрать, да? Вы что? А так, ну так. Это же не регулируется законом. Почему вы принимаете такие решения? Это же не регулируется. Исус, да. Отсерьте сперва, потом закроете. Я уже давно была здесь. Можно было давно здесь сделать. Я тоже можете дать. Я вот дал. Хорошо, сейчас, 27. Полный давлет. Здравствуйте, что скажете? Да, я думаю, это беззаконие вообще. Они, суд у нас только, хотят только по беззаконию садить наших граждан. То есть они, я так понял одно, они сценируют то, что инкриминируют. Вот, что вы раньше, мол, привлекали, значит, можно за любое. Даже просто, если вы выйдете рядом, будете стоять, они хотят это уже как применить, да? Да, да. Я так понял, ага. Наши граждане должны... То есть сейчас они в прямом эфире показали, как у нас работают правоохранительные органы, судебные органы, исполнительные. Просто они по приказу работают. Не знаю, по какому приказу, но они исполняют приказ, они судей не... Эти пикеты не регулируются законом. Республика Казахстан. Вот он уходит. Вот молодой человек говорит, если бы мир у мир сказал, может быть ничего. Так, хорошо. Скажите, а почему в начале утра вы не подумали, чтобы... Давлет, не переживайте. И с нами так же поступают. То есть нас вообще с дома вытаскивают людей. Законы вообще наши не соблюдают. То есть если Тукаев сказал, чтобы Казахстан был слышащим государством... Это собрание или что? Ну да. Это неправда. Они хотят, чтобы мы были замкнутыми, как клетки кролика же есть. Или человек в клетке, который... Наше правительство хочет, чтобы народ не увлекался политикой. Да. Я хочу, имею право, я... Изолируйте за общество. Ага, поблагодарю здесь. Можно, документ у вас будет, да, потом? Документ будет у меня, да. Ползай. О, пришли помощники. Он без сутка верфи-то. Понялось? По первой части было, за то, что он пил чай. Беспредел, если. Он без сутки. Он без сутки. Годиночки. Замырю, без газа. Какая? Будет послабление его тиганка-то? Сукаевский. Послабление еще. Все поменяется. Что-то наоборот, в другую сторону. Я так понял, просто они из последних сил, от страха, можно сказать, пытаются нас, вам, инкриминировать любой штраф. Да. Но здесь могли бы, как сделать, как предупреждение, так как, во-первых, у тебя на издевение четверо детей. Да, и четверо детей. Тверд по ламбару, ехуэр по зумбару. А пирсию надо менять уже. То есть, любой сейчас, наверное... Вы послабление дождитесь, я сразу через судебный кабинет сегодня же напишу апелляционную жалобу, завтра подам. Рахмасов. Ну все. Так, хотела бы, ребята, сказать, что в отношении Уразова, тоже, к которому дали предупреждение, вынесен, прокуратура внесла протест, и завтра будет апелляционная жалоба, они просят, чтобы ему дали тоже арест. Спасибо нашему государству за то, что вы так нас любите. Токаев свое слово не держит. Слово не держит, он нелегитимный президент. Мне нужно будет копии его свидетельства о рождении.